Приветствую вас, в проекте Joomla Sensei, это 44 урок. Меня зовут Федор Васильев и в этом уроке я вам хочу показать простой mp3 плеер. Сейчас перед вами, вы видите, я на сайте разместил три трека и специально залил третий трек. Вот здесь внизу вы видите, да, вместо названия идут такие вопросики. Name идут названия, mp3, здесь идут mp3 плееры. Включаем, он работает. Вам не слышно сейчас, но он работает. Вот эта перемотка, вот этот звук убираем или можем просто настроить звук. И насчет третьего трека, смотрите, у нас он не будет проигрываться. В названии вашего музыкального файла не должны быть русские буквы. То есть вот такой момент, если что, просто переименуйте, как-нибудь назовите по-английски. То есть сама песня на русском языке, она будет проигрываться, но только название у песни нужно сменить на английский. И как это работает. Переходим в админку, я вам прямо тут и покажу. На локалке я делал. Значит, плагин ставится как обычно. Данный плагин вы сможете скачать у меня на сайте. Ссылочка будет под этим видео. Когда вы плагин установите, перейдете в менеджер плагинов, по ID отсортируете. Так, чтобы вот такие кнопки, смотрите, бутон и контент, эксперт, mp3 галери. То есть вот они два. Вот эта бутон, эта кнопка, она показывается в редакторе под статьями. Сейчас я вам покажу. У него, если мы зайдем внутрь, настроек нету никаких. Здесь только идет пояснение. Сейчас я вам покажу, как он работает. Мы просто переходим в статью, в любую статью или создаем статью. Вот я здесь уже поставил. Сейчас я это удалю. Смотрите, у нас вот здесь в редакторе внизу появляется кнопка mp3 gallery. Видите, да? Если мы по ней кликаем, у нас всплывает окно. И у нас указан путь, то есть до папки, куда нам нужно залить музыкальные файлы, чтобы они проигрывались в статье. Соответственно, по умолчанию путь стоит вот такой. Images, косая черта mp3. И если нужен вам один трек в статье, вы просто в эту папку закидываете один трек. Соответственно, эту папку вам на хостинге надо создать. Я покажу на локалке. Тут то же самое. Вы заходите, например, в хостинг через какой-нибудь FTP клиент. Заходите в папку Images и просто здесь создаете папку mp3. И сюда вы просто закидываете файлы. То есть треки будут сами добавляться. Если вам надо в статье, например, музыкальных треков штук 10, там 20, вы их сюда просто закидываете, и они все отобразятся в ряд. То есть без всяких настроек. Если один трек, то один. Но если же вам в других статьях нужны другие треки, и чтобы они не повторялись вот с этими, да, то вы просто в папке Images создаете еще какую-то папку. Также как-нибудь ее называете, только по-английски, да. И тогда уже вот здесь вот вместо mp3 вы указываете название другой папки в другой статье. Так, итак, как это работает? Давайте еще раз. Я кликаю курсор в статье. Там, где я хочу, чтобы разместился у меня плеер, кликаю по кнопке mp3 gallery. У меня залито в mp3 три трека, вы видели, нажимаю ОК. И вставляется вот такая вот конструкция. Здесь видно путь между вот этими шорт-кодами, да. Мы нажимаем сохранить. Обновляю сайт, и вот наши треки показываются. Смотрите, например, сейчас я удалю два отсюда трека. Из папки mp3, да. Обновляю сайт. И показывается, видите, одна дорожка. В принципе, все бы ничего. Я проверял в разных браузерах, работает. Но есть один существенный недостаток. Я не могу о нем умолчать. На мобильной версии показывается не очень хорошо. То есть нету адаптации. Имейте это в виду. Если вам это не сильно критично, то плеер рабочий. Ну или же вы используете какой-то специальный шаблон. Во многих шаблонах сейчас можно сделать так, чтобы, например, какая-то модульная позиция не отображалась на мобильных устройствах. То есть все хорошо, кроме мобильной версии. Но я этот плагин, когда скачивал, я видел, что обновился он не так давно. Разработчик данного плагина следит за ним и обновляет его часто. Возможно, в следующих обновлениях он включит адаптивный дизайн в свой музыкальный плеер. Вот, в принципе, и все на этом. Увидимся в следующем уроке. Позвольте подарить вам подарок. Если вы только начинаете свой путь с джумла, или вы уже матерый вебмастер, вы рано или поздно задумаетесь о самом важном. Это внешнее отображение вашего сайта. Другими словами, шаблоны. На просторах Рунета вы сможете просто утонуть в изобилии красивых шаблонов. Но есть большая опасность получить вирусы прямо с шаблоном, тот, который вы скачаете. Крайне нежелательно качать шаблоны с неизвестных источников. Я хорошо поработал и собрал для вас базу из 55 качественных и красивых шаблонов на любую тематику. Все шаблоны чистые, без ссылок и вредоносного кода. Гарантирую в 100%. Все шаблоны были скачаны мною лично, напрямую, у разработчиков. И я все упаковал в один архив. К каждому шаблону приложил ссылку на демонстрацию шаблона. Так, чтобы вы всегда могли сначала посмотреть на шаблон во всей его красе. И выбрать то, что вам понравилось. Все это я сделал для удобства. Итак, как получить все шаблоны целиком? Да очень просто. Шаблоны я отправлю на ваш email адрес. Просто пишите в поле ваш рабочий электронный ящик и подтвердите подписку. И через несколько секунд автоматически к вам придет второе письмо с ссылкой на закачку архива с шаблонами. Желаю вам творческих успехов. С уважением, Федор Васильев. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!